Всем привет, с вами Олег Ски. И я недавно узнал, что в России очень резко вырос бензин по стоимости. Я вот здесь вот, кстати, будет ссылочка на видео о том, что я рассказывал, что повышением рот грозит повышением стоимости продукции абсолютно на все виды продукции, которые вообще существуют, наверное, на услуги в том числе. Смотрите, да, мне очень непонятно, как и большинству, наверное, людей, хотя, наверное, уже русские люди, они смирились с тем, что у нас везде все дорожает и постоянно все растет. Никаких улучшений для условий обычных жителей, по сути, ничего не меняется. Вот, но посмотрите, да, я сейчас нахожусь в Таиланде, в принципе, здесь тоже объявили, что стоимый ценник увеличится на литр бензина, но при этом ценник всего лишь вырос там на 40 копеек бат или около того, ну, примерно, вот здесь вот я вставлю статистику, какой там произошел скачок. В России я примерно посчитал, что если в Казани стоил он 36,90, то, соответственно, он сейчас стоит 40 с чем-то рублей бензина 92 класса. Вот, на 3 рубля это большое, большое такое повышение. Чем же обосновывают люди такой рост? Да, просто тем, что цена на нефть выросла. И невыгодно сейчас российским компаниям продавать дешевый продукт, соответственно, из нефти производится только дорогая продукция из сырой нефти, и они изготавливаются. Соответственно, эту же дорогую нефть, они начинают торговать на экспорт, чтобы, ну, как бы, зачем что-то производить дешевое и выходить там на мощные обороты и продавать в больших объемах, если можно просто снизить обороты дешевой продукции и увеличить производство дорогой. Но при этом, снижая производство низкого, ну, то есть низкого качества продукции дешевый, то есть бензина, да, соответственно, то, соответственно, вообще получается искусственный, создается искусственный дефицит на рынке, тем самым, из-за того, что на рынке присутствует дефицит, мы видим скачок цены. Ну, это как бы взаимосвязанные две вещи, и наш ценник начинает расти. Вообще, я считаю, что это не связано не с тем, что ценник вырос на... Ой, ну, ценник там вырос из-за того, что они все это свалили на нефть, что она выросла в стоимости. Это вообще, ну, не сопоставимо, потому что я считаю, что просто мрот подняли, и сейчас все это поднимется. А если ценник на бензин сейчас скакнул плюс 3 рубля, то, заметьте, скоро во всех продуктах, все продукты во всех магазинах, сферы услуг, все это подорожает, потому что это все взаимосвязано, все это закладывается в конечную стоимость продукции, все это ложится на покупателей, соответственно, рубль еще меньше укрепляется, зарплаты становятся все меньше. То есть, даже вот я посмотрел в компании, в которой я работал, мне тоже там подруга написала, сказал, что нам снова подняли зарплату, и получается, что мальчик, который пришел, и он менеджер третьей категории, ему выгоднее сидеть на этой третьей категории, потому что он получает больше, чем даже менеджер, который занимает, либо вторую категорию. Ну и вообще надо стремиться к первой ведущей, но при этом, сами прекрасно понимаете, если ты чем выше свою категорию поднимаешь, тем, соответственно, больше уровень ответственности, больше к тебе требований предъявляется со стороны руководства, ты должен больше выполнять план, показывать какие-то результаты, достижения и всего прочего. Ну, то есть, надо подумать еще, есть ли смысл поднимать свою категорию ради такой низкой зарплаты, потому что, могу смело сказать, даже в крупной компании федерального значения зарплата в размере, ну, оклад в размере с 22-23 тысяч рублей, это вообще уже не котируется, потому что, ну, извините, жизнь слишком становится в России дорогой. Но об этом я сниму отдельный ролик на специальную отдельную тему. Я считаю, что люди должны просто встать из своих кресел, из удобных своих мест, выйти на улицу и потребовать не... Ну, конечно, это здорово, выходить на митинги и голосовать за свободу слова на тему Телеграма, да, или же, например, выходить и бороться просто за свои права и свободы, и за свободу слова, как, например, митинг, который организовал Алексей Набалин, тоже есть плюсы, но надо вот просто вот и ради таких обычных простых вещей тоже выходить, например, выйти и сказать, блин, нету повышения стоимости бензина, вы что там, охренели уже, просто надо вот что-то какое-то тоже показать свою точку зрения на именно вот на эту тему, высказать ее среди массы людей, потому что, я думаю, всех это все заинтересует. Если у вас, конечно, хороший достаток, возможно, вы не пойдете на нитинг, но я думаю то, что вы сами должны прекрасно понять, что если, например, снить и стоимость на бензин, то, соответственно, и все стоимости остальные должны, в принципе, быть более адекватные. Ну, у меня на этом все, если вам понравилось видео, ставь лайк, не забудьте подписаться на канал, также жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий видеоролик, ну, у меня на этом все, всем удачи, всем пока!